Трёхангельская весть Пастор Стивен Бор Зверь, выходящий из земли Склоним головы для молитвы Наш любящий Небесный Отец Как радостно нам сегодня пребывать в Твоем присутствии Благодарим Тебя, Отец, за Твое Святое Слово Потому что оно верно ведет нас в мире, который сам не знает, куда идет В мире, который не понимает библейских пророчеств Мы просим, Отец, чтобы Ты открыл сегодня наш разум Чтобы мы могли понять символ зверя, выходящего из земли Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты удалил предубеждения из наших умов Если таковые имеются И помог нам слышать только Твой голос Благодарим Тебя за услышанную молитву Ибо мы просим во имя драгоценное, во имя Иисуса Аминь На предыдущем занятии мы изучали зверя, выходящего из моря Мы заметили, что этот зверь, вышедший из моря Символ римского католического папства Я хочу тут же пояснить, что мы не собираемся бороться с римскими католиками Мы здесь говорим о системе, а не об отдельных людях в этой системе В этом сообществе очень много искренних и любящих христиан Мы говорим о римской католической церкви как об организации Или как об иерархии Если вы были на прошлом занятии То вы помните, что четвертый зверь из седьмой главы книги Даниила Как мы выяснили, имеет четыре стадии владычества Первая стадия его правления Это, конечно, правление самого дракона Что указывает на римскую империю Затем из головы этого дракона вышли десять врагов Указывающие на десять частей На которые распалась римская империя Она распалась на части в результате варварских набегов Затем мы читали о том, что среди этих десяти врагов Поднимается еще один рог Малый рог Символизирующий римское католическое папство Которое владычествовало с 1260 лет с 538 по 1798 год Когда папа был взят в плен генералом Наполеона по фамилии Бертье Затем мы узнали, что был период времени В который этот малый рог или зверь оставался бездейственным Потому что светские правительства мира сделали эту систему бессильной Они не позволяли этой системе использовать их Библия использует здесь символ меча Они не позволяли церкви использовать меч государства Поэтому около 200 лет после французской революции Римская католическая церковь не могла использовать гражданские власти мира для преследований В нашем изучении мы также выяснили, что эта смертельная рана будет исцелена Меч однажды снова вернется в руки этой системы И весь мир, по словам Библии, будет изумляться величию этой системы Дивиться, следя за зверем Вы спросите, как вообще эта рана может быть исцелена? Как это возможно, что все страны мира снова позволят этой системе Снова сесть на себя верхом и использовать эти правительства Эти светские власти в качестве меча для преследования тех, кто не согласен с ее учением Сегодня мы отчасти рассмотрим исцеление этой смертельной раны Мы рассмотрим второго зверя из 13 главы книги Откровений Этот зверь не выходит из моря, он выходит из земли И этот зверь вообще-то и вернет меч первому зверю Этот второй зверь, выходящий из земли, сделает образ первого зверя Этот второй зверь повелит всему миру поклониться первому зверю Вообще-то, этот второй зверь повелит каждому человеку на земле принять начертание зверя Между прочим, позже мы будем исследовать и образ зверя, и начертание зверя на отдельных лекциях И даже число зверя еще на одном занятии Итак, каждое из этих понятий мы изучим Но сегодня нам необходимо рассмотреть власть или народ Или страну, которая вернет меч зверю, выходящему из моря Или римскому католическому папству Знаете ли вы, что посвятится в Библии, когда меч будет снова в руках зверя, вышедшего из моря Этот морской зверь с помощью этой власти, с помощью этого возникшего народа Сможет убивать всякого, кто не согласен с его учениями Мы находим эти слова в 13 главе книги Откровения, стих 15 Там сказано И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя Да, преследования снова возобновятся, как это было и в средние века Давайте же прочтем об этом звере, возникающем из земли Который поможет первому зверю вернуть свою власть 11 стих 13 главы книги Откровения И увидел я другого зверя, выходящего из земли Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил как дракон В других переводах сказано, он имел два рога, подобные Агнчим, но говорил как дракон Интересно отметить насчет этого второго зверя, выходящего из земли Что у него своего рода раздвоение личности У него одна часть личности позитивная, а вторая негативная Позитивную часть символизируют два рога, подобные Агнчим Мы увидим, что в книге Откровения образ Агнца символизирует Иисуса Христа Итак, положительная часть этого зверя, два рога, подобные Агнчим Но тут же сказано, что этот же зверь, имеющий эти два Агнчих рога, говорит как дракон Позвольте спросить, что общего у дракона с Агнцем? Совсем ничего И тем не менее, в этом одном звере мы находим оба символа Два рога, подобные Агнчим, или две характеристики, напоминающие Агнца, но говорит он как дракон Другими словами, у него раздвоение личности, два характера в одном Заметьте, что эти два рога, подобные Агнчим, не появляются прежде, чтобы затем сломиться Так что зверь перестал напоминать Агнца, и после этого начал говорить как дракон Библия говорит, что зверь этот говорит как дракон, имея два этих рога Другими словами, он говорит одно, а на самом деле живет по другим принципам Или скажем так, он исповедует два принципа, признанные Христом Заявлять о своей вере в них, заявляет, но в то же время будет преследовать Как дракон из 12 главы книги Откровения Давайте же взглянем, кого символизирует этот зверь У кого два рога, подобные Агнчим Для этого повторим порядок царств, изученный в прошлый раз Первым зверем был лев Какое царство он представлял? Вавилон Затем был медведь На какое царство он указывает? На царство Медианы Пирсов Затем был барс Какое царство он символизировал? Грецию Затем был дракон Что он символизировал? Рим Затем у этого дракона выросли 10 рогов Что символизируют эти рога, вышедшие из головы этого дракона? Они символизируют Рим, разделенный на 10 царств в результате варварских вторжений 476 год, ключевая дата, когда последний римский император был устранен Затем появился малый рог, символизирующий папство Которое тоже связано с Ривом, между прочим Как и у дракона, оно вышло из головы Этот рог правит 1260 лет А в конце этого периода он получает что? Он получает смертельную рану Меч, которым он пользовался Преследуя людей Повернулся против него Или отнят из его руки Этот меч оборачивается против него И наносит ему смертельную рану И какое-то время этот зверь Вышедший из моря Остается бездейственным, потому что он получил Смертельную рану Но Библия говорит, что эта смертельная рана Будет исцелена Заметьте нечто очень интересное Насчет этого зверя Когда первый зверь, то есть тот, что вышел из моря Пал или получил смертельную рану В тот момент возник из земли этот новый зверь У нас есть хронологическая деталь Мы точно знаем, когда этот зверь Появится в истории земли Обратите внимание на несколько характеристик Первая характеристика этого зверя Выходящего из земли Он вернет меч первому зверю Вышедшему из моря И будет навязывать начертания этого морского зверя Навязывать число этого морского зверя Сделает образ морского зверя Скажет всем поклониться морскому зверю Другими словами Все, что он делает, он делает для морского зверя Создается впечатление, что у него нет Своей собственной индивидуальности И он появился для одной только цели Вернуть силу и способность преследовать Тому первому зверю Прочтем из 13 главы книги Откровения 10-11 стихи Десятый текст говорит о смертельной ране Там сказано, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен Кто мечом убивает тому самому Належит быть убитым мечом То есть получить смертельную рану Здесь терпение и вера святых И заметьте, что сразу же после повествования о смертельной ране В 11 стихе сказано И, дословно, тогда Итак, когда первый зверь падет Мы читаем Тогда увидел я другого зверя, выходящего из земли Он имел два рога, подобные Агджин И говорил, как дракон Когда же этот второй зверь появится? Он возымеет свою власть, когда первый зверь получит Смертельную рану Ведь сказано, кто мечом убивает, тому самому надлежит Быть убитым мечом А затем Тогда увидел я другого зверя, выходящего из земли Это значит, что данный зверь появится в каком году? Около 1798 года Когда первый зверь примет свою смертельную рану Вторая характеристика, помогающая нам отождествить этого быстрого зверя Вышедшего из земли В 13 главе книги Откровения, начиная с 11 текста, нет никакого упоминания о водах Нет упоминания о ветрах страстей Этот зверь, возникающий из земли, даже не воюет ни с одним из других зверей Другими словами, он не возникает посреди ветров страстей Символа войн Не побеждает ни одно предыдущее царство Он возникает в другом месте Он не может возникнуть в Азии и в Европе Вы спросите, почему нет? Потому что в 7 главе книги Даниила вы заметите, что лев и медведь, азиатские власти, возникли из моря И барс с драконом, будучи европейскими властями, возникли также из моря Но этот зверь возникает из земли Это значит, что он должен возникнуть в пророческий Возникнуть в другом месте Вы успеваете за мной? Важно увидеть также, что пророческий взгляд движется с востока на запад Первые два зверя представляют азиатские народы, лев и медведь Следующие два зверя – европейские страны, Греция и Рим И движение всегда идет с востока на запад Где же нам ожидать появления этого зверя из земли? Наверное, еще западнее Европы Позвольте спросить, что мы найдем в западнее Европы? Мы найдем Северную Америку, Соединенные Штаты Америки Интересно отметить полное отсутствие вод в этом пророчестве Этот зверь появляется из земли Воды же символизируют племена, народы, языки и колена Позвольте спросить, когда пилигримы прибыли в Америку, много ли народов они нашли на этом континенте? Была ли эта земля похожа на Европу? Совершенно нет Здесь жило очень мало людей Чуть позже мы взглянем на статистику Позвольте прочесть вам пару высказываний Одно из них от Данила Бушстина, который много лет был представителем либерала в Конгрессе Он говорит о Северной Америке следующее Свободная территория Америки должна была доказать миру ее многообещающее будущее То есть будущее США Пустота территории была гарантией особого изобилия Америки Другой автор по фамилии Таунсенд Сказал о территории возникновения этой страны так История Соединенных Штатов была отделена щедрым провидением От дикой и жестокой истории остальных континентов И подобно тихому семени мы выросли до масштабов империи Итак, Соединенные Штаты возникли в тишине Никаких ветров, войн, никаких противостояний с другими народами Они возникли на земле, где было очень немного людей Этот народ появился в районе 1798 года И последний автор говорит, что этот народ появился подобно растению Теперь вы понимаете слова «Видел я, как из земли поднялся другой зверь» Это слово «поднялся» используется в Новом Завете для описания роста растений из земли Интересно отметить, что по словам этого историка в последнем высказывании «Как тихое семя мы выросли до могущества империи» Еще одна деталь, которая поможет нам отождествить этого зверя Первый зверь, морской зверь, с этим вторым земным зверем современники То есть они существуют в одно и то же время Но первый зверь старше второго Потому что второй зверь возникает после того, как первый зверь уже правил 1260 лет Другими словами, они существуют в какой-то период истории Одновременно друг с другом Интересно, что этот второй зверь помогает первому зверю получить свою власть обратно в свои руки Обычно, глядя на зверей из 7 главы книги Даниила Мы видим, как, например, медведь воюет со львом и забирает его власть Или барс дерется с медведем и забирает его власть Дракон воюет с барсом и забирает его владычеством Там каждая власть побеждает предыдущую Но здесь совсем другая ситуация Потому что в 1798 году, когда пал первый зверь, потеряв свой меч По словам Библии, вторая власть уже не будет воевать с первой А наоборот, будет делать все возможное для возвращения власти первому звелю Это невероятно 13 глава Откровения также говорит, что эта власть будет всемирной Будет супервластью Она будет превосходной и в экономическом смысле Потому что, по свидетельству Библии, она будет запрещать покупать и продавать всем, кто не принимает начертания зверя Она также будет военной властью мирового масштаба Потому что мы читаем о ее способности убивать каждого, не принимающего начертания зверя Она также будет политической властью всемирного масштаба Потому что мы читаем, все люди на земле изумятся и поклонятся этому зверю Другими словами, этот второй зверь – сторонник и слуга первого зверя. Он фактически является мечом в руках первого зверя. Вы скажете, это изумительно, как этот зверь станет инструментом в таком деле? Это невероятно, но это правда. Одна последняя характеристика перед тем, как мы продолжим говорить о двух рогах, подобных Агнчим, что я хотел бы исследовать подробнее. Эта страна, перед тем, как стать угнетающей страной и навязывать религию первого зверя, была благословением для тех, кто убежал из прежней страны в Соединенные Штаты. Я не буду сейчас читать тексты, но в 12 главе книги Откровения в 16 стихе вы заметите, что сразу же с окончанием 1260 лет, когда церковь преследовалась, когда дракон пускал воду вслед ее из своей пасти, чтобы увлечь эту ею женщину, то есть церковь, то есть церковь. Мы читаем, что земля помогла жене, и земля поглотила воды преследования, которые дракон пустил из своей пасти. Другими словами, сначала этот народ оказывал помощь и убежище для тех, кто кого преследовали в Европе. Но что случилось с этой страной позже? Вместо того, чтобы предоставлять убежище для Божьего народа, она станет преследующей властью. Между прочим, я хотел бы кратко упомянуть феноменальный рост Соединенных Штатов до уровня сверхдержавы. В 1701 году в США проживало 260 тысяч жителей. В 1776 году, когда была подписана Декларация Независимости, их уже было 2,8 миллиона человек. В 1800 году их было 5 миллионов 236 тысяч. Это приблизительное время смертельной раны. В 1900 году там проживало 76 миллионов 212 тысяч человек. В 1950 году там жило уже 151 миллион 325 тысяч. Сегодня же, по самым последним сведениям в интернете, в США живет более 306 миллионов жителей. С 1950 года население Соединенных Штатов удвоилось. Из маленького тихого семечка мы выросли до размеров империи. Скажите, разве США не является всемирной властью в экономическом, военном и финансовом плане? Безусловно. Может ли какая-то страна в мире быть всемирным инструментом в руках зверя? Ни одна страна не может быть таким инструментом в руках зверя, кроме Соединенных Штатов. Я сейчас хочу подробно разобрать два агнчих рога зверя. Этой теме я хотел посвятить большую часть нашего времени на этом занятии. Прежде всего, ответим на вопрос, что символизирует сам зверь в библейских пророчествах. Мы знаем, что звери указывают на народы, не так ли? Лев указывает на Вавилон, медведь на Медаперсию, барс на Грецию, дракон на Рим, козел на Грецию, овен на Медаперсию. Одним словом, звери в пророчестве символизируют народы. Позвольте прочесть слова Адама Кларка, великого библейского комментатора. Он не Адвентист Седьмого дня, но он объясняет значение образа зверя. Как видите, не только Адвентисты Седьмого дня считают зверей символами народов. Он пишет так, «Поскольку звери уже встречался в качестве символа царства или империи, следовательно, возникновение этого второго зверя, похожего на Агнце, должно символизировать возникновение новой империи». Разве он не прав? Он просто говорит, «Если первый зверь указывает на империю, то второй зверь должен также быть символом империи, если быть последовательным». Что же символизируют два рога? Или сколько зверей мы видим в нем? Я имею в виду не морского земным зверя, а самого зверя, вышедшего из земли. Сколько в нем зверей сочеталось? Зверь вообще-то один, но имеет два рога. Как это можно понять? Сколько там народов? Народ вроде бы один, но зверь... Ибо зверь один, но рога два. Что символизируют эти два рога? Адам Кларк снова поможет нам. Послушаем его очень простое и ясное объяснение. Он пишет, «Поскольку зверь с семью головами, представленным имеющим десять рогов, речь идет о драконе с десятью рогами, которые символизируют столько же королевств, объединившихся в поддержке римской церкви, то и зверь, возникающий из земли, имея два рога, должен тем самым указывать на два царства. Ибо если рога зверей означают царство в одной части Апокалипсиса, то из книги Откровений, то царства должны продолжать оставаться с значением рогов, где бы те не встречались в любой другой части этой книги». Разве он не прав? Нужно быть последовательным всегда. Нельзя говорить, что десять рогов до ракона указывают на одно, а два рога на этом звере-агнце указывают на другое. Два рога на голове у зверя-агнца или у зверя с характеристиками-агнца символизируют два царства. Существует библейская параллель, которая очень близка к этому символу, который мы имеем в 13 главе Откровения. Откроем восьмую главу книги Даниила, и я прочту третий стих, а затем двадцатый стих. «Поднял я глаза мои», сказано в третьем стихе, «и увидел, вот один овен стоит у реки. Сколько животных мы видим? Одна у одного. Овна. У него два рога». Итак, мы видим одного зверя с двумя рогами. И рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся полностью. Что же символизируют эти два рога на одном звере? Один овен с двумя рогами. Что символизирует овен, а что его рога? Стих двадцатый. Овен, который увидел с двумя рогами, это цари, медийский и персидский. Скажите, одна ли это империя? Да, это была одна империя. Один единственный зверь указывает на это, медведь и данный овен. Одна империя. Но эта единая империя состояла из какого количества царств? Эта единая империя состояла из двух царств. Поэтому и звери с тринадцатой главы книги Откровения символизируют одну империю, которая имеет два царства, или двойное царство в себе. Мы еще вернемся к этому позже, и все увидим ясно. Сейчас мы закладываем основания, но позвольте спросить, почему эти два рога названы рогами, как у агнца? В Писании много зверей показаны с рогами в пророчествах, но только в этом тексте сами рога имеют особую характеристику. Сами рога особенные. Возьмите, к примеру, дракона. Он имеет десять рогов. Но сами рога не описываются. Просто десять рогов и все. Но у этого зверя сами рога особенные. Эти два рога похожи на что? На рога агнца. Это описание должно иметь значение, поэтому нужно узнать, что означает слово «агнец». Слово «агнец» в книге Откровения используется двадцать девять раз. В двадцати восьми из этих ссылок это слово без всяких сомнений относится к Иисусу Христу. Поэтому каким-то образом этот зверь единственный случай, где возможно исключение, это данный текст Откровения 13.11. Поэтому каким-то образом эта единая империя в своем правлении должна иметь два рога, означающих два царства, и оба царства должны быть признаны и одобрены кем? Признаны и одобрены Иисусом Христом. Потому что агнец символизирует кого? Агнец символизирует Христа. Итак, два рога, подобные агнчим. Это положительная сторона этого зверя, так сказать. Скажите, хорошо ли иметь два рога, подобные агнцим? Но проблема в том, что несмотря на эти два агнчих рога или два царства, признанные Иисусом, в то же самое время этот зверь будет говорить как дракон, потому что у него раздвоение личностей. Два рога, подобные агнчим, это его позитивная сторона, они каким-то образом относятся к Господу Иисусу Христу. Нам нужно ответить на вопрос, какие два царства Иисус Христос, как агнец, признавал? Два рога – это царство. Два рога, подобные агнчим. Поэтому мы должны увидеть два царства, которые Иисус признавал. У вас вопрос, какие два царства Иисус признавал, как одобренные Богом? Мы уже изучали их в предыдущих лекциях. Как вы помните, Иисус сказал, «Отдавайте Цезарю Цезарева, а Божьи – Богу». Признавал ли Иисус два царства, как агнец Божий? Да, признавал. Итак, подведем итоги. Зверь, возникающий с земли, должен быть царством или империей. Этот зверь имеет два рога, что означает наличие в этой империи двух царств. И оба эти царства должны быть признаны Иисусом, потому что эти два рога подобны агнчим и рогам. И мы знаем, что два царства, признанные Иисусом, это царство Цезаря, или светское правительство, и царство Божье на земле, или церковь. Поговорим немного об истории Соединенных Штатов Америки. Какая страна в мире возникла в районе 1798 года? Одна страна. А затем зафиксировала в своих основных документах законное и одновременное существование в ней двух царств, отделенных друг от друга. В мире есть только одна такая страна, которая возникла как одна единая страна, и при этом признала право на существование двух царств, оба из которых признаны Иисусом и отделены друг от друга. Хочу прочесть вытяжку из книги «Великая борьба» строится 440, потому что эта книга изумительным образом согласуется с библейскими пророчествами. В ней Эллен Уайт пишет, «Когда какая нация начала укрепляться и возвышаться в новом свете в 1798 году, обещая стать великой державой и привлекая к себе внимание мира? Толкование этого символа не вызывает никаких сомнений. Один и единственный народ соответствует данному пророчеству, оно безушибочно указывает на Соединенные Штаты. Сейчас я хочу взглянуть на историю Соединенных Штатов, чтобы показать в ее основополагающих документах эту концепцию одной страны, состоящей из двух царств, отделенных друг от друга. Историю Соединенных Штатов можно разделить на два главных периода. Первый период известен под названием колониальный период. Второй период известен под названием конституционный период. Отцы-основатели Конституции, такие как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джеймс Мэдисон и Бенджамин Франклин знали три вещи. Это были создатели Конституции, которые приступили к этой работе около 1798 года, сформировав основной документ Соединенных Штатов. Они знали три вещи. Прежде всего, они знали историю средневековой церкви. Знаете ли вы, что каждый основополагающий документ в Соединенных Штатах, как тот дел Королево, Ценезависимости, Конституция и Биль о правах, все они были утверждены, прежде чем морской зверь получил свою смертельную рану. Когда прежнее царство подходило к своему концу, принимая свою смертельную рану, другое царство в своих основополагающих документах уже набирало силу. Это очень интересно. И отцы-основатели знали историю средневековой церкви. Они также знали историю колониального периода Соединенных Штатов. И они также изучали Библию, как мы еще увидим. Отцы-основатели Конституции знали, они жили в конце 1260-летнего периода, что если церковь и государство объединятся, автоматическим результатом этого будут преследования. К примеру, они знали историю Яна Гуса. Этот человек был обвинен и сожжен на костре за свои религиозные убеждения. Они знали, что его содержали в нечеловеческих условиях в заключении. Они знали, что ложные свидетели были задействованы для свидетельства против него. Они знали, что он не нарушил никаких гражданских законов, знали, что он боролся за религиозные убеждения своей совестной, знали, что его привели к религиозному трибуналу, подобно Синандриону времен Христа. Знали, что этот религиозный трибунал вынес ему смертный приговор. Они знали, что после этого его отвели к императору, и император поставил свою печать на этом смертном приговоре. Они знали, что из-за своих религиозных убеждений он был сожжен на костре. Они знали историю церкви средних веков, когда церковь и государство были объединены в единое целое. Я хотел бы прочесть несколько предложений из этой очень интересной книги под названием «Гус Еретик». Она написана человеком по имени Погиус Папист. Этот человек был послан арестоваясь Яна Гуса, вообще-то. Он наблюдал за тем, как обращались с Яном Гусом, римская католическая церковь. Он вообще-то пришел посочувствовать Яну Гусу, что не совпало с целями церкви, им представляемой. Позвольте прочесть условия, в которых содержался Ян Гус, из-за убеждений своей совести во время Средневековья. 19-я страница этой книги, там я читаю. Спустя короткое время Гус был выведен из своей темницы в чистое помещение, но его ноги почти отказывались нести его. Он не шел, а скользил. Он жмурился от жгучего дневного света. Свет его глаз померк, щеки были смертельно бледны. Зубов у него осталось немного. 11 из них выпало из-за условий в этой тюрьме. Ногти на его пальцах были очень длинны, потому что он не мог выкусывать их уже много недель. 12. Его кожа была покрыта слоем грязи, которая издавала отвратительный смрад. 13. Его волосы, которые были когда-то темнорусыми, побелели и не спадали на его грязную рваную одежду. 14. Эти слова пишет человек из римской католической церкви, заметьте. 15. Его обувь вся изорвалась и еле держалась на ногах. 15. Его рубашка и белье отсутствовали. 16. Плоть, скрывавшая его кости, пропала. 16. Кожа еле покрывала его кости. 17. Он стал зрелищем несравненного ужаса. 17. Знающие его раньше не могли его узнать. 18. Ужас наполнил души тех, кто смотрел на него. 18. Жалостливые люди приготовили для него ванну, принесли рубашки и одежды и подкрепили его пищей, за которую он мог благодарить только глазами, полными слез. 18. На странице 28 можно прочесть следующее. 18. Когда часы пробили 8 и зазвонили колокола, процессия епископов, кардиналов и отцов, они привели его на свой церковный суд, заметьте эту делегацию, перед которой он предстал. 18. Процессия епископов, кардиналов и отцов церкви и их заместителей вошла в собор. Там был поставлен стул для гуса, вокруг которого были расставлены седалища всех этих людей. 18. Его привели на суд за убеждение его совести. 18. Он не нарушил абсолютно никакого гражданского закона. 19. Даже когда они дали ему возможность говорить, он сказал так, Бог дал Петру своему ученику, заметьте его термины, которые очень важны, Бог дал Петру своему ученику, ключи для открытия наших сердец и небесную веру для этого. 19. Но никак не меч. 20. Бог дал Петру что? 21. Ключи для открытия сердец, но никак не меч, для того, чтобы убивать, как вы убиваете всех тех, кто не принимает ваши мирские учения и уклоняется от них. 22. Понимал ли он, что говорил о мече? 23. Он понимал значение символа меча, если говорил, и вам этот меч не дан, вам даны ключи для открытия небесного царства. 23. Когда состоялось голосование среди этих церковных лидеров, 31 голос был отдан за вердикт «невиновен», 11 голосов были отданы за вердикт «отлучить от церкви», 45 голосов были отданы за вердикт «смертный переговор». 24. Затем его повели к императору, который пообещал ему безопасность по пути домой, но нарушил свое слово. 25. И кто-то восклицал в сторону императора, когда тот уже хотел подписать смертный переговор Гусу. 26. Вот что прозвучало. «Цезарь» императора назвали «Цезарем». «Цезарь, не нужно этого делать! Цезарь, Цезарь, не запятнай свое имя кровью!» 27. Но автор продолжает. «Уши императора были глухие и были заняты выслушиванием кардиналов, епископов и священников, столпившихся вокруг него, целуя края одежды его и славили его имя, когда он поставил печать и написал свое имя на документе». 28. Гуса увели, его сожгли на костре. 28. Я как-то был во дворце Инквизиции в городе Лима, Перу. 29. Очень подавляющий опыт. 29. Там даже есть манекены, демонстрирующие те муки, которые испытывали люди по одной только причине – они не соглашались с церковью. 29. Муки и смерть. 30. Кто-то даже был сожжен заживо, как Янгус. 31. И это делала не сама церковь. Церковь использовала меч государства, чтобы выполнять свои намерения. 31. Отцы-основатели Конституции знали не только историю Европы, в которой церковь и государства были объединены. 31. Они также знали историю колониального периода и истории Соединенных Штатов. 32. Многие люди сегодня неверно понимают уроки истории колониального периода. 33. Во время колониального периода, который начался в 20-х годах 17 века после прибытия пилигримов в Америку, 33. Атеисты, евреи, квакеры и баптисты были лишены своих религиозных свобод, потому что они не соглашались с официальной церковью этих колоний – 34. Пуританами или англиканской церкви. 34. В колониях издавались воскресные законы. 35. Не придя в церковь в воскресенье, вы могли быть подвержены порке, штрафу, тюрьме, а в период свободных колоний даже казнены. 36. Просто потому что не пришли вы с церковью в воскресенье. 37. Знаете ли вы, что они отрезали уши квакеров за возвращение в колонию, из которой они были высланы? 38. При первом возвращении отрезалось одно ухо, при втором – второе ухо, а при третьем возвращении их казнили за их религиозные убеждения. 39. Знаете ли вы, что только люди, исповедовавшие верность официальной церкви, могли занимать должности в гражданском правительстве? 39. Правительство также платило зарплату служителям церкви. 40. Это интересно. Церковь и государство там тоже были объединены. 40. В результате мы видим преследование. 41. Многие слышали историю Роджера Уильямса. 41. Он прибыл в колонии в 1629 году. 41. Он был пастором церкви и начал проповедовать о разделении церкви с государством. 41. Он заявлял о необходимости иметь два отдельных царства в его стране, которые не должны объединяться друг с другом, потому что так учил Иисус. 41. Теперь мы видим, на что указывают два рога. 42. Иисус признавал два царства в одной и той же стране, отделенных друг от друга. 42. Конечно, его проповедь была неудобной и неприятной. 42. Его проповеди запретили в колонии залива Массачусетс. 43. Он и сам говорит, что вплоть до 1635 года и даже начала 36-го он вынужден был бежать в снежную бурю в течение трех недель, чтобы выйти за пределы этой колонии. 43. Ведь он был запрещен, и найдя его, они могли посадить его в тюрьму или даже казнить. 44. Поэтому он оказался в Рой-Айленде. Он основал город в Рой-Айленде под названием Проведение. 45. Интересное название он избрал для этого города. 45. Итак, отцы-основатели знали историю того, что происходит, когда церковь и государство объединяются в Европе. 46. Они также знали, что происходит, когда церковь и государство объединялись в Соединенных Штатах колониального периода. 46. Они также изучали Библию. 47. В нескольких книгах Писания они прочли о том, как иудеи соединились с римским правительством, чтобы казнить Иисуса. 48. Они знали три вещи. 49. Они знали историю Европы средних веков, знали историю колониального периода США и знали свою Библию. 49. Они знали, что когда эти два царства становятся одним, это автоматически ведет к преследованиям. 49. Поэтому отцы-основатели Конституции, зная об этом, писали Декларацию независимости в 1776 году и утвердили Конституцию в 1787 году, а также били о правах или первые десять поправок Конституции в 1791 году. 49. Они сказали, что мы будем иметь другую систему правления в нашей стране, которую мы строим. 49. Да, мы будем иметь и церковь, и государство, но церковь будет отделена от государства, как учил Иисус. 49. Два царства в одной стране. 49. Те же самые два царства, которые признавал Иисус. 50. Помните, что это происходит прямо перед тем, как первый зверь получил свою смертельную рану. 50. Между прочим, эта идея о делении церкви от государства известна под названием «республика», а также под названием «протестантизм». 51. Видите ли, в средние века было так. 51. В светских делах царь был законодателем. 52. Все, что говорил царь по гражданским вопросам, исполнялось. 53. В религиозных же вопросах исполнялось все то, что говорил папа. 53. Другими словами, движение власти осуществляло сверху вниз. 53. Но отцы-основатели Конституции сказали, мы попробуем провести революционный эксперимент. 54. У нас власть будет двигаться не сверху вниз, не от царя к народу, когда люди делают все, что он говорит. 55. У нас власть будет двигаться не от папы к прихожанам, когда все слепо подчиняются ему. 55. Нет, в нашей системе правления власть будет двигаться снизу вверх. 55. Это правление будет правлением народа, осуществляться народом и для народа. 55. В этой системе будет свобода вероисповедания и свобода в гражданских вопросах. 56. Интересно отметить, что Эллен Уайт родилась спустя 29 лет после того, как папство получило смертельную рану. 56. Интересно посмотреть, как она описывает эту идеологию отцов-основателей. 56. В книге «Великая борьба» страница 411. Она говорит, среди христиан и знанников, которые первыми бежали в Америку, спасаясь от королевских притеснителей, то есть имеется в виду светская власть, от королевских притеснителей спасались и религиозной нетерпимости. 57. Какое царство здесь имеется в виду? Религиозная власть. 58. Было много людей, продолжает она, которые твердо решили строить государство на фундаментальной основе гражданской и религиозной свободы. 58. Сколько царств здесь указывается? Гражданской и религиозной свободы. 59. И взгляды нашли свое отражение в Декларации независимости, которая выдвинула великую истину о том, что все люди сотворены равными и наделены неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. 59. Принятая Конституция гарантировала народу право на самоуправление, заключавшееся в том, что его представители, избранные голосованием, принимают законы и отправляют правосудие. 59. Предоставлялась также свобода религиозного вероисповедания. 60. Вы видите тот же принцип? Автор пишет о гражданских вопросах и религиозных вопросах. 61. Предоставлялась также свобода религиозного вероисповедания. 62. Каждому человеку разрешено было поклоняться Богу в соответствии с убеждениями своей совести. 63. Республиканские принципы, что буквально значит государство без столя, и протестантизм, что значит церковь без папы, стали основополагающими принципами этого государства. 63. Заметьте сказанное далее. В этом заключается секрет его мощи и процветания. 63. Каков секрет мощи и процветания Соединенных Штатов? 63. Может быть деньги? Может быть территория? Может быть могущественная армия? 64. Нет. Секрет мощи этой страны зиждется на двух основополагающих принципах, на которых она была создана. 64. И автор говорит о том, что когда эти два принципа отвергаются, мы поговорим об этом, когда рассмотрим образ зверя, 64. Отвержение этих двух принципов ведет к национальному отступничеству. 64. А национальное отступничество приведет к краху наций. 64. На следующей же странице книги «Великая борьба» страница 442 написано «Основатели американского государства благоразумно позаботились о том, чтобы лишить церковь светской власти, поскольку это могло привести к таким неизбежным последствиям, как нетерпимость и преследование». 64. Я хочу прочесть три утверждения трех наших отцов-основателей. 64. Сначала Бенджамин Франклин. Он обладал способностью интересно выражать мысли. 65. Вот что он говорит. «Когда религия хороша, я уверен в том, что она найдет свою необходимую поддержку в себе самой. Даже если она не найдет необходимой поддержки, и даже если Бог не позаботится о ней, так что ее профессоры будут вынуждены обратиться за помощью к светским властям, этот факт, по моему мнению, будет недобрым знаком». Прав ли он? Конечно, прав. Он ведь выступает за разделение церкви и государства. А эти слова вы прощите на монументе Джефферсона, если будете в Вашингтоне и окажетесь рядом с этим монументом. Эти слова вырезаны в камни. Вот что он сказал. «Всемогущий Бог создал наши умы свободными. Все попытки ограничить эту свободу с помощью наказания и санкций являются отступлением от плана святого автора нашей религии. Ни одного человека нельзя принуждать к участию или поддержке какого-либо религиозного поклонения и служения, причиняя ему страдания за его религиозные верования и убеждения. Все люди должны быть свободны исповедовать и высказывать свое мнение в пользу той или иной религии. Я знаю только один свод нравственных принципов для людей, действующих как в одиночку, так и коллективным образом. Верил ли Томас Джефферсон в разделение церкви и государства? Верил ли он в два царства, да, и при том отделенных друг от друга? Заметьте слова Джорджа Вашингтона в его обращении к делегации баптистов 8 августа 1789 года. Если бы я заметил хоть малейший намек на то, что Конституция, составленная комитетом, в котором я имел честь председательствовать, могла бы каким-то образом подвергать угрозе религиозные права любого церковного братства, я никогда бы не поставил под ней свою подпись. И если бы я сегодня согласился с тем, что центральное правительство должно руководствоваться такими принципами, которые подвергали бы угрозе свободу совести, я гарантирую, что вы сразу же узнали бы о том, что никто не был бы более ревностным, чем я, в том, чтобы принимать серьезные меры против ужасной духовной тернии и всякого рода религиозного преследования. Ибо вы, несомненно, помните мои неоднократные высказывания о том, что любой человек, живущий как добропорядочный гражданин и являющийся подотчетным исключительно Богу за свое религиозное воззрение, должен быть защищен в его поклонении Божеству согласно велениям его собственной совести. Мы выслушали трех отцов-основателей. Томас Джефферсон был, вообще-то, одним из составителей самого текста Конституции США. Позвольте снова спросить, верили ли эти люди в два царства внутри одной страны? Да. Иногда я спрашиваю людей во время этих лекций, скажите, пожалуйста, гражданами какого количества царств вы являетесь? Сколько стран являются нашим местом жительства? Одна страна, да. Но подданными какого количества царств мы являемся в этой одной стране? Подданными двух царств. Мы имеем два паспорта. Один паспорт – паспорт гражданина США или светский паспорт. Также мы имеем кровь агнца в качестве другого паспорта. Мы граждане одной стороны, поскольку родились здесь или приняли здесь гражданство, но мы являемся гражданами другой страны по причине рождения свыше. Мы родились свыше, поэтому мы живем в одной стране, но в этой одной стране есть два царства, которые всегда должны быть раздельными друг от друга. Сегодня в Соединенных Штатах много христианских активистов, которые говорят, что отделение церкви от государства было установлено для того, чтобы государство не могло контролировать церковь. Но история средних веков и королуниального периода показывает, что отцы-основатели отделяли церковь от государства именно по причине опасности того, что церковь будет управлять государством для достижения своих целей. Христианские активисты часто также говорят, выражение «отделение церкви от государства» не значится нигде в Конституции. И это правда. Если вы почитаете Конституцию, то дословного выражения «разделение церкви от государства» вы там не найдете. Но если почитаете вы первую поправку к этой Конституции, вы обнаружите, что в этой поправке ясно показана идея отделения церкви и государства, религии и политики. Послушайте, как звучит первая поправка. «Конгресс не должен издавать никакого закона в отношении учреждения какой-либо религии». Это первая фраза, первая поправка. «Конгресс не должен издавать никакого закона в отношении учреждения религии». Другими словами, здесь не сказано, что Конгресс не должен издавать законы об учреждении какой-то церкви, или «Конгресс не должен издавать законы, учреждающие какую-то религию». Нет, здесь сказано по-другому. Конгресс не должен издавать никаких законов в отношении учреждений религии. Вообще. Другими словами, первая поправка запрещает не просто предпочтение одной церкви на другой, или одной религии на другой. Первая поправка запрещает Конгрессу издавать любые законы, которые имеют хоть какое-то отношение к религии. Точка. Поэтому первая фраза первой поправки запрещает издавать какие-либо законы в отношении учреждений религии. Вторая фраза гласит, или запрещать ее проявление. Эти фразы известны как фраза об учреждении религии и фраза о свободном проявлении религии. Другими словами, правительство не может указывать вам, как вам поклоняться Богу, и не может запрещать вам поклоняться Богу так, как вам говорит об этом ваша совесть. Позвольте спросить, не является ли эта поправка ясным и простым выражением принципа разделения церкви от государства? Конечно, является. Потому что первая поправка гласит, что Конгресс не должен издавать никаких законов, имеющих отношение к религии. Он не может указывать вам, как вам практиковать религию, и не может запрещать вам практиковать свою религию так, как вы считаете нужным. Другими словами, существует разделение между светской властью и религиозной властью. Джеймс Мэдисон, которого называют «отцом Конституции», сказал так о Конституции и о связи между религией и правительством. Пишет так, «Не существует ни малейшего намека на право правительства вмешиваться в религию. Его малейшее вмешательство в нее, то есть в религию, непременно будет самым явным злом. Оглядываясь на свои действия в этом вопросе, я могу утверждать, что я горячо поддерживал религиозную свободу». Разве не ясно сказано? В 1797 год Соединенные Штаты подписали договор, который известен под названием «Договор в Триполи». Он был подписан президентом Джоном Адамсом. В этом договоре, в частности, сказано так. «Правительство Соединенных Штатов не основано ни в малейшей степени на христианской религии». Нам нужно понимать, что эта система правления была основана на этом истинном принципе отделения церкви государства, отделения гражданских вопросов от религиозных вопросов. Но это не значит, что Соединенные Штаты не были основаны как христианская страна. Эта страна была основана как страна христиан. Выражение «христианская страна» совсем другое и отличается от выражения «страна христиан», потому что большинство жителей этой страны в то время были христианами. Как насчет Тома Джефферсона? В 1802 году он написал письмо в Баптистскую Ассоциацию и использовал там так называемую «метафору стены». Он вообще-то заимствовал эту метафору в стены у Роджера Уильямса, применявшего ее задолго до этого. Он просто не указал, где позаимствовал эту метафору. Заметьте, что он пишет баптистам. Веруя вместе с вами в то, что религия – это область исключительного отношения человека с Богом, что человек не должен угождать больше ни от никому другому в вопросах веры и поклонения, веруя с вами в то, что законные власти и правительство имеют дело только с поступками, но никак не с мнениями, я смотрю с глубоким уважением на это решение всего народа Америки, который объявил, что их законодатели не должны издавать ни одного закона в отношении учреждения религии или в отношении свободного ее проявления. Я думаю, Томас Джефферсон гораздо лучше понимал значение первой поправки Конституции, чем те христианские толкователи, которые желают переписать ее и переиначить ее сегодня, потому что он жил во время этого события и принимал в нем участие. Между прочим, знаете ли вы, что третья фраза первой поправки Конституции имеет отношение к гражданским законам? Разве не интересно, что в первой поправке есть оба принципа? Первые две фразы говорят о религиозной свободе, а последняя часть первой поправки говорит о гражданской свободе. Как видите, в одной только первой поправке Конституции, в одном из наслополагающих документов Соединенных Штатов обозначен принцип двух царств. Декларация независимости, Конституция и Билли о правах содержат этот принцип отделения церкви от государства. Вы знаете, что третья фраза относится к гражданской свободе. Она гарантирует свободу слова, свободу печатей, свободу собраний и свободу обращаться к правительству за возмещением ущерба. Скажите, разве это не гражданские права? Да, в первой же поправке мы встречаем религиозные права и светские права. И все это в одной и той же поправке. Что же произойдет скоро, согласно библейскому пророчеству? Библия говорит, что этот зверь, возникший из земли, который сначала придерживался принципа одной страны с двумя царствами, отделенными друг от друга, церкви и государства, где вы можете быть подданными обоих царств в одной и той же стране, где Конгресс не может издавать законов об учреждении религии или запрещать ее свободное проявление. Пророчество говорит нам, эта страна откажется от данных принципов, потому что мы читаем в 13 главе книги Откровения этот зверь, имеющий два рога, подобный агачим, который ясно указывает на эти два царства, церковь и государства, а также принципы свободы, вероисповедания и гражданской свободы. Эта страна откажется от этих двух принципов. Она начнет говорить как дракон. Другими словами, она станет преследующей властью, подобно дракону, пытавшемуся убить младенца после того, как тот родился. То был Рим, между прочим. Потом на тому, как дракон пытался уничтожить женщину в пустыне в течение 1260 лет. Это был второй Рим, между прочим. Этот же Рим в конце времени снова получит меч. И самое свободолюбивое из всех стран вернет данный меч этому морскому зверю своими же руками, чтобы он снова мог преследовать святых Всевышнего. Я молился Богу о том, чтобы этого не произошло. Люди, которые слушают эти уроки, смотрят их видеозапись, удивляются этой изумительной историей Соединенных Штатов Америки и говорят, «Нельзя допускать, чтобы это произошло. Мы не должны позволить этой церкви использовать Соединенные Штаты Америки в достижении своих целей. Нам не нужен еще один период с Ледневековья. Нам нужно твердо держаться своих принципов, на которых наша страна была основана. Я молился о том, чтобы этого не произошло». Но библейское пророчество говорит нам, что сказанное Богом обязательно используется. Это случится потому, что Бог знает конец от начала. Он, конечно, не ведет никого к этому развитию событий, но Он просто знает о том, что они будут иметь место. Он знает конец от начала. Я молюсь только о том, чтобы в этом последнем кризисе истории мира мы избрали верную сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Перевод и озвучивание Кожевникова Павла Продолжение следует... Продолжение следует...